Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить в Фрэнбол. Попали мы куда-то выше, из подвала вымрались в конце концов. Это, кажется, приёмная. Здесь была девушка, она ушла. Что мы делаем дальше, я не знаю. Пойдёмте прогуляемся. Здесь есть кот. А вы видите четырёхзначный кот. Давайте для начала пошаримся у неё в столе. Я не могу вспомнить номер, это понятно. Печатная машинка. Мы здесь, по идее, шарились уже. Много папок и книг. Ничего интересного не нашли. Это я знаю, мой учитель рассказывал нам об этом. Ясно. Тут были ключики, мы повесили ключ. Она взяла его, ушла, сейчас пойдёт, видимо, отчитываться. Опа. Мы с той стороны. Ясно. Какой-то рычажок. Я не могу открыть дверь, она закрыта. Ясно. В принципе, пощупать больше ничего нельзя, поэтому мы используем кое-что. Офигеть. Вот этого я не видывал ещё. Но это с той стороны, вот с этой вот, где мы были до этого. И тут, может, записка из кабинета поможет мне открыть её. Ну, так бы сразу. О. В конце лабиринта. Мы, по идее, видели всё это уже. Тут... А, это... Я даже не заметил, что ты зародыш у него здесь. На пуповине. Капец. Боже мой, ты в порядке, малыш? Тебе такие странные вопросы задаёшь? Хотя сама видишь, что с ними везде. В конце лабиринта. Так. Вот. Как бы мы, телефон нет. Вот тут записка имеется. Блин. Именно мистер Пауныч сказал мне, что... А, в конце лабиринта, да. Об этом он говорил. Изучить. А, точно. Записку-то я взял ведь. Здесь стёртый код. А здесь 21. А здесь 31. Ну, примерно. Может, 27. Я больше не хочу здесь находиться. Ну, пойдём дальше. Кресло. Тратя время на кресле, размышляя. А дальше-то как пройти? А, хода нету. Понял. Ясно. В общем... Ой, стой. Стой, стой, стой. Куда я пошёл? Так. Чё там было? 21. 31. Нет. 27. 31. Мне чего-то не хватает. Чё ж тебе не хватает-то, а? А, тут... А, вот. 17. 25. Тоже вариант. Нет. Нет. Ещё раз изучаем. Код сигнализации. Здесь он полностью зачёркнут. Указывается стрелочкой вот сюда. 17 декабря, 25 июля. Равно. Здесь 21. Здесь 31. Ну, примерно ведь так и видно. Я не понимаю, что там написано. Как понять-то? 21, 31. Так, да, давайте я сначала 31, потом 21 наберу. 31, 27, 37, 27, 31. Мне чего-то не хватает. Чего тебе не хватает? Я не понимаю. Дверь ни в какую не открывается. А может быть под таблетками оно откроется мне? Давай, будем изучать. Мне всё такое же бесполезно. 17, 25. Можно 25, 17? Попробую тут вырву вообще всё. Этот код очень важен. Только я не знаю какой. Мне не показывается. Нет, я не уверен, что с этим делать. Я тоже не уверен, что мне писать. Давайте 25, 17. Нет. Это мы уже пытались. Тогда я не понимаю. Что здесь? Здесь предельно видно 3, а здесь 1. 37 может? 21, 37. А, 21 возможно. 21. 21, 21 или 27, 21. Нет. 21, 27. Я не понимаю. Какой код должен быть? Алло. Где мне его найти-то вообще? Внизу мы уже везде прогулялись. Там я смотрел, там смотрел. Здесь подняться нельзя. Там что было там? Не помню, что было. Там подвал вообще. Так, здесь понятно, тут кое-кого убили. Операцию делали. Не закончили. Ужасы здесь творятся, дамы и господа. В общем, 29, 32. Да, я самая лучшая. Самая лучшая. Конечно. Честно говоря, я не сам до этого додумался, потому что я никак не мог понять, что там с чем соединять и что вводить первым. Я все-таки подглядел в интернете. Извиняйте. Но мы снаружи. И прям сразу бьется сигнализация. А я ведь только вышел погулять. Засранка. Я заставлю тебя за это ответить. За что? Оба-на. Нам это кажется, ты умная девочка. Думаешь, ты можешь просто уйти? Серьезно? Что? Не может быть. Нет. Он возра... Котик! Ты ведь не настоящий. Фрэн, вставай! Мне нужно набираться до лабиринта. Я полностью с тобой согласен. Но, что получается-то? То есть он меня спас, что ли? Он еще и каким-то образом исчез. С помощью нашего котика. Ты больше не возвращаешься туда, да? Окей. Не буду настаивать. Идем за котиком. Выбираемся отсюда. Лабиринт. Ну, конечно. Надеюсь, он не обманывает. Надеюсь, это не наше воображение. Я думал, ты сдох. А оказывается, нет. Ну, хотя бы в этом плане, да. Там чисто воображение. Все-таки он не подох. Но, как я понимаю, он пойдет за нами. Котик, ты где? Ты почему убежал от меня? Тихо. Какая-то бабайка. Все-таки изменилось. 2D включилось. Ну, типа того. Котик. Так мы куда идем-то? Ты меня не путай. Меня могут убить так-то. Бабайки всякие. Так, не вариант. А как тогда пройти здесь? Вниз-вверх я не могу пойти. Он ходит налево-направо. Значит, мы... Ищем обходной путь. Так, тоже бабайка бегает. Но мы успеем выше подняться. Напрямик почти что. Вот. Прошли. Обходный путь нашли. Не знаем, где котик. Надеюсь, я иду по правильному пути. Прикольная музыка. Почти. Почти, почти. Котик, ты где? Куда мы идем вообще? Нет. Там лебеди отдыхают. Плавают. Нам каким-то путем надо пройти еще выше. Вот этим путем. Да? Да, походу. Если мне привидение не помешает. А, нужно отсидеться внизу. Во, неспроста это место здесь. Сейчас мы дождемся, пока он будет возвращаться. Он пойдет направо, а мы пойдем налево. Все, потопали. Во, пришли. Только вот куда? В конце лабиринта ты их найдешь. Кого их? Бабаек? А злобных тварей ночи? Мимо них не пройдешь. Но я проходил. Смеясь за тобою, они будут гнаться. Но все же тебе их не стоит бояться. Ведь кот, а полный гаек и болтов. Путь указать тебе готов. А, картину она, это самое, обронила с ходоками. Жалко, да. Че поделать. Глава 2, часть 1. Признаки любопытства. Ну, хоть мы не находимся опять в психушке. Новое место. Боже мой, еще бы чуть-чуть и... И да. Ты где? Только бы охранники не нашли трубу. В смысле? Ты о чем? Что это за место? Надеюсь, я скоро найду... Полночь. Найдешь, найдешь. Наверняка. Если он не помер, это не твое воображение. Так, ну труба какая-то. Ха-ха. Вспомнила кое-что смешное. Допустим. Говорить не хочет. Дорогой, у тебя нет лапы. Хорошо, что нет кровотечения. Но он же всего лишь навсего плюший медвежонок. Плюший медв... Плюшевый. Я знаю историю о девочке. Я люблю всех животных. Собаки это животные. А при чем здесь собаки? В любом случае, это просто туфля. Я оставлю ее здесь. Оставь. Зоушки здесь явно не будет. Полночь. Ты здесь? Кстати, давно не использовали. Что у нас слева? Ничего. Пустота. Оба-нах. Это какой-то мудрый муравей и... Это жук какой-то или типа того. Он еще и с... Хрюшиным носом. Давайте поговорим с мудрецом. Ничего себе. Вы действительно большой муравей. Кто там? Вы настоящий? А ты всегда спрашиваешь одно и то же? Всегда. О чем вы? Что вы подразумеваете под всегда? Конечно, я настоящий. Откуда ты взялась? Я сбежала. Из психбольницы. Ну прошу, не говорите никому. Не скажу, не бойся. Что ты здесь делаешь? Произошли плохие вещи. Со мной происходят плохие вещи, сыр. Сейчас я ищу своего кота. Кот, говоришь? Да, черный котик. С большими желтыми глазами. Полночь. Понятно. Мне жаль девочка. Вы его не видели? Видимо, кота съели. А, проживали и проглотили. Не говорите глупости. Мне очень нужно его найти. А черный кот, который пробегал здесь в спешке. Ну, я поймал его. И отдал своему... Жука-свину. В смысле? Мой жука-свин голоден. Бедняжка не ел сутками. А время черники прошло. А мы всю ее съели. Прекратите. Полночь единственной, кто у меня остался. Вы шутите? Пожалуйста, скажите, что вы шутите. Девочка, не плачь. Если хочешь, я могу тебе спеть. А что мне теперь делать? Вы не понимаете, каково это быть одному. Понимаю. Я последний выживший. Позволь мне помочь тебе. Как вы можете мне помочь? Каким образом? Знаешь, пища не переваривается так быстро. Возможно, он еще жив. А вызвать рвоту? У жука-свина? Убей жука-свина. Он мой единственный друг, но мне нужно ему мясо. Ладно, я могу. Убить вашего друга жука-свина. Я могу это. Давай, убей жука-свина. И я величайший Антонио. Буду есть мясо. Он убьет своего собственного друга, чтобы съесть его мясо. То есть тут два в одном. Убить два зайца. И нам кота вернуть и убить его. Ну ты даешь. Эй ты, свин. Это ты съел моего кота? Вы как так-то вообще, а? Он взял кота и скромил его. Вы что, серьезно что ли? Блин, шутники. Я могу использовать таблетки, но это оставлю на потом. Сначала я приду налево. Еще маленько прогуляюсь. Во, топорик. Сова. Что ты за птица? Ну ты что, это же сова. Опа, ежик. Ежик бегает. Так, топорик у нас есть. Ого. Грозный топор. Я буду великим войдом и спасителем... ...чего-то там, скорее всего, кота. Ну что, используем? Прогуляемся, да посмотрим. На все ужасы этого леса. Птичка осталась на месте. Удивительно. Я ожидал, что... ...она будет чем-то другим. Что написано? А, сооруди вход. А, колодец. Надо открыть его и посмотреть, что внутри. Открой. Не могу сдвинуть крышку, она застряла. Вот не везет. Топором тогда. Во! Это обман. Здесь нет отверстия. Ясное дело. Ты же таблетки съела. Его здесь и не было вовсе. О, пюрочка. Щекотки, щекотки. Оставлю себе. Оно мне нравится. Ну, хорошо. Вообще, колодца на самом деле нету. Топор остался? Топор остался, окей. Эм. Не понял. Какая-то тень идет. То здесь, то там. Пусто. Вообще, никого не осталось. Офигеть. Вы кто? Ух ты. Очень редкие листья. Ты, наверное, шутишь, да? Слишком седые листья, я бы сказал. Преклятое любопытство. Чтоб его. Мне нравится любопытствовать. Иначе как узнать что-то новое? Что вы такое? Вы чудные. Что? Это верный вопрос, но почему было бы более уместным? Мне нужен ключ. Не знаю для чего. Этот ключ не наш. И уж точно не твой. Отдайте его. Я хочу знать, какую дверь можно открыть. Нам все равно, мы тебя не знаем. Ну, я Френ. Вы очень честны, и мне это нравится. Я человек Френ. Радо знакомству. Интересно. Расскажи еще. У меня был код. Точнее, был. Он пропал, когда я должна был его найти. Правда? Да. Да, правда. Прошу, дайте мне ключ. Слушай, человек. Мы прибыли с юга, как всегда летели. Летающие головы, вы серьезно? Чего вы несете? Одному из нас стал любопытен этот ключ. И мы все здесь застряли. Мы все здесь застряли. Из-за ключа, что ли? Мы не можем освободиться от своих длинных волос. Да, могу я вам помочь? Вы тоже любопытны. Мы часто застреваем в древьях. Но у нас есть то, что может нам помочь. А, есть то, что нам поможет. Красивый гребень. Чтобы расчесывать наши волосы. Ну, так сделайте это. В чем проблема? Да, есть проблема. Гадкий вор забрал гребень. Теперь мы застряли тут навсегда. А, кто вор? Если ты найдешь вора и гребень, ты получишь ключ. Хорошо. А как он выглядит? Кем он является? Это гадкий самовлюбленный крыс. Он забрал наш гребень. Мы не смогли ничего сделать, и он убежал. Пожалуйста, найди его и освободи нас. Ну, я постараюсь. Мы будем здесь ждать. А, сразу утянулись обратно. Да как маски, знаете, какие-то лица. Побледневшие, мертвые. Резиновые почти что. Ты кто? И с ней взаимодействовать нельзя. Страшная хрень. Еще одна тень. В общем, она исчезла. Нужно найти крысу, который украл все это. Так, в общем, у меня кое-что есть. Давай, используем. Как бы это ни было жестоко, но придется. Стоп, он уже... Эй. Окраснитесь. Свиня не стоит на месте. Алло. Похоже, что крики и толпочки не помогут. Тогда... Сами. Не получается. Опа. Ты кто? Это воробей. Тогда давай, я не знаю, перышком его пощекочим. Отрицательно. Я даже не знаю. А как быть-то? Как мне загнать его так, чтобы вот... Привет, дерево. С деревом мы уже встречались. Ну, он сразу исчезает, в общем. Ни здесь, ни там его нету. Что делать тогда, я не понимаю. Где мне найти этого самого? Вот он все еще здесь стоит. Мой котик. Верни моего котика. А может, он на самом деле врет? Он хочет получить его мясо, и при этом... Из-за этого говорит, что у него внутри котик находится. Так, это понятно. Есть труба. Что еще? Есть барабан. Написано Джензе. Понятия не имею, почему. Я тоже. А, хорошо иметь уютное местечко для отдыха. Да. Для бомжей самое то. Полночь. Да, это мы уже видели все. В бочке никого. Тут нигде никого нет. Может, тебе пирожко отдать? Пощекочим тебя. Это не сработает. Тогда я даже не знаю. Принял снова таблеточки. Тут ничего особо не меняется. Была девочка, убежала куда-то. Может, она в колодец ушла? Очень может быть. Она вообще исчезла. Так, ну... Сооруди вход. Топором еще раз, что ли? Больше некуда так-то. Так, перышком тоже некуда. Тут вообще больше делать нечего. Пусто. Че бы я не делал пусто? Проснись. А, точно. Щекочу, щекочу. Опасность. Это здорово. Здорово. Проснитесь. Жукасюну не нравится, что его хотят убить. Ясно. Но это совершенно нормально. Разве нет? Он должен сотрудничать, ну, конечно. Да, но что мне тогда делать? Ему нужно дать особые ягоды. Чернику. Тут нет ягод. Я не должен тебе говорить, но у меня есть нужные связи. Они живут в моем доме. У них есть черника. Мой дом в том направлении. Будь осторожна. Спасибо, сэр. Тут, что ли? Пойдем. У него есть запасы, у него есть связи, знакомые. Узнаем, где черника у нас там. Грибочки. А, крошечные грибочки, да. Ну, там тоже заросли уже грибов. Из трубы не идет дым. Но ясное дело. Должно быть, это дом муравья. Весь такой. Ну, да, в принципе, в его стиле. Кажется, дверь открыта, но ручку заела. В окно посмотрим тогда. Здравствуйте. Есть кто дома? Кажется, никто не хочет нам открывать. Допустим. Двери нет вообще. Ух ты, какой большой муравейник. Страшно подумать, сколько миллионов муравьев там внутри. Большие же все. Вон, шишки имеются. Я не уверен, что я хочу заходить внутрь. Привет, я Френ. Да, с грибами здороваться это самое то. О, котик. Котик. Ты что это здесь делаешь? Смотри, Френ, я в опасности. Найди меня живым. Найди меня мертвым. Бип-бип. В смысле? А найди меня в злотой клетке однажды. И это что такое? В смысле? Как тебе помочь? Тут никого-то мы уже видели. А как попасть внутрь? Дерево есть. Ветка есть. А это нет. Грибочки. Луна. Доброй ночи, Луна. А у нас полночь. Кошак-то. Ай, блин, ну как быть-то? Там что ли? Дом муравья. Да, мы это уже видели. Тогда нам придется. Опасный, да. Я знаю. Давай тогда используем. Его суперопасность. Во. Я сломала дверь, но теперь я могу войти. Не но, а теперь ты можешь войти. Так, это я не должен обрять чужие вещи, но мне нужен суперопасность. И теперь клей. Зачем, не знаю, но потом узнаем. Вау. А, королева мяса. Замечательно. Кто-то забыл помыть кисточку. У меня уже в горле, блин, крошит сильно, я уже не могу. А в тазу вода, ясно. В комоде странно. Я думал, что муравьи не едят, не готовят себе еду. Так и должно быть по идее. Живые шишки в маленьком домике? А, сыр, вы очень злой. Ничего себе, вы очень редкие. Малой шишка. Как мило. Прям семейка, да? Господа, может мне вас слепить, не знаю. Тьфу, не работающие вещи меня злят. Порубаем их тогда. Лидия шишка, что вы готовите? Думаешь, она тебе ответит? Как ты определил, что это Лидия вообще? Потому что она на кухне? Логично. Так. Что-то вообще хрен знает, что творится. Хотел бы я отдохнуть с котиком на этой кроватке. На любой бы отдохнуть. Ну, что-то как-то не ясно совсем. Ладно, ребята. На этом мы закончим очередную серию. Продолжим путешествовать в этом лесу уже в следующей. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова